В Индии заявили, что «Рафейл» существенно превосходят Су-30. 21 января 2019 года военные обозрения в Индии заявили, что «Рафейл» существенно превосходят Су-30 после публикации в индийской прессе о том, что сделка с Францией по приобретению истребителей «Рафейл» была непродуманной и в целом ошибочной из-за усложнения логистики в ВВС и дороговизны. Свой комментарий по этому поводу решили дать в индийских ВВС. В материале индийского журналиста по имени Аджит К. Дубей говорится о том, что закупку французских истребителей вместо последних версий российских Су-30 вряд ли стоит критиковать. Источник изображения – пресс-служба ВВС Индии в материале со ссылкой на неназванных представителей военно-воздушных сил страны говорится о том, что Су-30 по ряду показателей превосходит МиГ-29, но при этом существенно уступает «Рафейл». В частности, утверждается, что боевой радиус Су-30 намного меньше боевого радиуса французских самолетов. Намного меньше это на сколько? БР для Су-30 составляет около 1,5 тысячи км, а для «Рафейл» – 1,4 тысячи км. Интересно, какой специалист в индийских ВВС заявил о превосходстве «Рафейл» по такому параметру как боевой радиус? Вполне понятно, что превосходят российские Су-30 французского конкурента и по дальности полета, в том числе и пустые без вооружения, 3 тысячи км на высоте у Сушки против 2,8 тысячи км у «Рафаля». Превосходство у Су-30 и по практическому потолку, и по скорости. Что-то не так с компетентностью тех, на кого ссылается индийский журналист. На самом деле, индийские споры по поводу правильности или неправильности выбора именно французских истребителей, контракт по ним обходится примерно вдвое дороже возможного контракта по поставкам последних на сегодняшний день модификаций Су-30, связаны в первую очередь с внутриполитическим противостоянием. Правительство выступило за сделку с Парижем и теперь эту сделку отстаивает, а оппозиционные силы в Индийском конгрессе считают, что правительство транжирит средства государственного бюджета, приобретая далеко не самые эффективные для ВВС Индии истребителя. 18 января 2019 года права на данный материал принадлежат военной обозрении, а материал размещен правообладателем в открытом доступе.